Впервые в Дубне прошла летняя школа для студентов, будущая профессия которых связана с программированием. Вполне закономерно, что основная практика была организована в особоэкономической зоне Дубна. Из 90 компаний треть занимаются здесь IT – информационными технологиями. Информация – это самое ценное, что есть в информационных технологиях. Естественно, ее нужно защищать. Ущерб, нанесенный тремя наиболее опасными сетевыми вирусами, за последние три года оценивается в 13 миллиардов долларов. Сегодня специалисты, озабоченные проблемами безопасности, объединились в межрегиональную общественную организацию – Арсип. Они и были главными организаторами летней школы, цель которой – передать опыт в защите информации студентам. Практические навыки получают ребята. Они умеют насходить уязвимости в реальных системах. И самое главное – быстро, за короткий срок их защищать. Это самое основное, что они получают те навыки. Поэтому, выпускаясь со студенческой скамьи, ребята имеют практические навыки. А специалист, который умеет находить уязвимости и быстро запечатывать, у него, как правило, карьерный рост составляет в течение двух-трех лет на главных специалистов. Опыт в обеспечении безопасности компьютерных систем ребята почерпнули и в Объединенном институте ядерных исследований, где развиваются так называемые ГРИД-технологии. Это глобальная распределённая система, в которой объединены не только компьютеры, но и целые комплексы. Глобализация приводит к тому, что все системы, системы хранения данных, системы обработки, анализа данных, они распределённые. Ну, а распределённость определяет то, что, значит, ясно много желающих, которые хотели бы эту безопасность нарушить. В этой лаборатории уделяется самое пристальное внимание информационной безопасности, ведь здесь обрабатывают данные, полученные на Большом адронном коллайдере в Церни и на базовых установках Объединённого института ядерных исследований. Участники летней школы побывали в Центральном информационно-вычислительном комплексе, крупнейшем в России. Здесь работают две тысячи процессоров, поступает огромный поток данных. Ежедневный трафик составляет 10-15 терабайт, а объём хранящейся информации исчисляется в петабайтах. У меня одна система, большая система, не может быть без хорошо организованной системы информационной безопасности. Поэтому для нас это чрезвычайно важная задача. И очень полезно, что команды, студенты, которые занимаются информационной безопасностью, сегодня встретились в Дубне. И будем надеяться, что кто-то из них будет серьёзно заниматься. У нас будут рождаться новые Касперские, новые специалисты информационной безопасности. Ну и Россия будет в этом направлении делать серьёзные шаги. На летних курсах студенты изучали, как в разных фирмах ведётся работа по предотвращению мошенничества, например, в сетях связи. В программе школы были и встречи с представителями МТС, а также других крупных фирм. Студенты здесь набирались опыта, а руководители фирм подбирали для себя будущих специалистов. Предлагают нам работу. Многие считают, что мы очень востребованы вроде как специалисты информационной безопасности, потому что сейчас ни одно предприятие не может обойтись без данных сотрудников. С одной стороны, посмотреть на людей, которым, возможно, у меня будут работать. Это главная цель. И также поделиться опытом. Я сегодня тоже буду выступать, рассказывать им о той жизни, которую они, возможно, не знают. Они знают, как хорошо искать, как эксплуатировать уязвимости, что они делают на СТФ. А я расскажу, с чем сталкиваются в реальном секторе бизнеса, как там решаются эти вопросы, как там обнаруживают уязвимости, каким образом их устраняют. Такие школы помогают выявить талантливых молодых людей и дать им хороший старт. При этом важно и то, что молодежь, увлеченная этими задачами, вряд ли пополнит ряды хакеров. Инна Орлова, Александр Макурочкин, Леонид Ефремов. Филиал телеканала «Подмосковье» в Дубне.